всем привет друзья и гости канала у нас дорога похоже идет в никуда на самом деле конечно же как по названию судя по названию нашего города лаки поинт у нас дорога идет в счастье в облаках да но шутки шутками но я вот заметил несколько у нас тут с вами наметилась проблем во первых вот это вот дорога несмотря на то что мы ее сумме немножко модернизировали буквально самую малость вот здесь вот постоянно у нас какие-то пробки возникают и я думаю что нам нужно будет сделать немножко ее короче говоря даже не немножко мы ее полностью с вами переделаем сделаем чуть покороче вот здесь вот проведем и конечно же сразу же сделаем проспект вот такой вот проспект чтобы мы с вами потом смогли его расширить и сделаем мы его вот так вот нет 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 криво нам не надо нам нужно абсолютно ровный проспект тогда вот эту вот дорогу мы с вами сейчас убираем отсюда здорово а вот это вот модернизируем так ну вот совсем другое дело совсем другое дело ну и конечно же вы видите что у нас 15 тысяч и нам нужно с вами набрать как минимум 20 это для того чтобы сделать больницу 700 долларов в час у нас идет то есть мы в принципе сможем с вами поставить эту самую поликлинику или больницу что-нибудь такое клиника 20 тысяч минус 400 в час но дело в том что у нас сгорело также несколько зданий нам бы с вами нужно и пожарку построить пожар выходит из-под контроля то же самое 20 тысяч и минус 400 и вот такие вот расходы нам с вами не потянуть так нам тут предлагают опять же больше рабочих мест так как мы с вами все вот это будем в конечном итоге сносить это у нас так скажем временное все то я думаю что мы можем ставить сколько угодно этих самых коммерческих зон жилых зон и всего такого какое угодно количество их поставить потом мы все равно все это с вами переделаем пожалуй давайте вот здесь где-нибудь поставим так и у нас кстати давайте посмотрим практически 20 тысяч красивый магазинчик строится или чтобы это не было это похоже автомойка или заправка а это че такое то же самое кстати насчет заправок так как у нас город экологически чистый в принципе должен быть должен получиться то мы с вами конечно же будем использовать электрические заправки вот эти вот ниссановские ниссан лиф чтобы наши жители поставим их как можно больше в разных частях города чтобы наши жители больше использовали электрические автомобили меньше загрязняли атмосферу тем более что у нас электричество получается тоже экологически чистый для того чтобы произвести электроэнергию нам не нужно будет загаживать воздух всякими угольными электростанциями или нефтяными это основная так скажем причина по которой некоторые не хотят покупать электромобили в реальном мире говорят для того чтобы получить это электричество ведь нужно же сколько сжечь мазута или угля все равно то же самое загрязнение получается а может быть даже и больше так как потери электроэнергии а у нас с вами все будет экологически чистым да кстати нам нужно набрать 5000 жителей для того чтобы сделать модернизацию для того чтобы набрать 5000 жителей нам нужно немножко расширить давать о 20 тысяч здорово и 800 баксов так хорошо это просто хорошо значит сразу же мы ставим все таки наверное здоровье дороже пускай пускай там какая-нибудь хибара изгорит фиг с ней как говорится а вот то что здоровье может где-нибудь вот здесь поставить эту самую клинику охват будет просто здоровский но расширить нам будет ее нельзя вот в чем проблема а если ее вот сюда поставить то вы видите да с зеленым цветом у нас показывается ее охват то есть никто здесь не будет охвачен и откровенно говоря на своих двоих туда не любой больной доковыляет наверное мы все таки поставим где-нибудь вот здесь в центре этого городишки так потом мы все равно ее будем переносить и все равно вместо клиники мы будем делать вот такой вот центр больницу которая естественно где-то вот здесь будет располагаться ну а пока что пока что у нас подходит вот это вот размещение закрыто прием на работу так давайте взглянем на мусор что тут у нас до мусора тут еще всего 6 тонн всего на всего 6 тонн окей давайте еще добавим жителей коммерческая зона не вопрос сейчас сделаем и даже вот так так тут у нас коммерческая зона есть вот здесь вот буквально пару поставим бутиков представляю жители сова ходят по бутикам ну и чё тут как говорится уж давайте везде жилые зоны поставим больше налогов больше жителей игрный дом одобрен нет уж там где казино там и преступники а у нас с вами нет полицейского участка поэтому я думаю что мы повременим пока что с игорными домами и у нас всего-навсего тысяча осталась какая-то что тут нам хотят в городе Локкипойнт чё там открыты низкооплачиваемые вакансии используйте доску объявления региона чтобы попросить соседей разместить больше жилых зон с низким доходом да у нас с вами тут у самих низкого дохода полным-полно практически все жители здесь у нас с низким доходом ну и народ вроде бы как рад 76 рейтинг одобрения окей так давайте немножко их опечалим во первых поставим 10 для начала 2000 в час 1200 у нас расходы так и тут посмотрим что тут у нас 647 жителей посетителей естественно нет у нас совершенно так что-то у нас какой-то глюк произошел исчезла мышка я не вижу совершенно ее куда она делась странно так мышка у нас появилась пришлось игру перезагрузить непонятный был глюк и мы с вами собирались что уж мы с вами собирались я уж и не помню мы разметили жилые зоны и коммерческие зоны и вы видите что какой у нас тут зато какая куча автомобилей едет ну и зато у нас 1000 человек здорово и так по рабочим у нас 456 работает 460 уже и рабочих мест 473 то есть практически смотрите у нас всего 9 открытых вакансий но дело в том что вот средний доход и высокий доход у нас совершенно не никто не работает и никто не может ничего купить потому что нет жителей у нас таких с крутым доходом ну хотя бы со средним говоря уж о крутым так вот это вот мне не очень нравится какая-то такая тут загогулина у нас с вами получилась непонятная где никто не хочет совершенно строиться но пока что у нас денег нет особо расширяться тут тоже некуда давайте немножко подсобираем и несмотря ни на что я бы конечно же хотел пожарную да вот мне подсказали пожарную часть пожар выходит из под контроля давайте взглянем действительно ли или это вранье ой кажется там пожар резиденция дарон да к сожалению ничем не могу помочь вот еще один загорелся эй это пожар да детка это пожар и нужно было тебе следить за противопожарным состоянием ну конечно же все остальные тоже начали гореть это естественно 1300 я думаю что пока мы с вами насобираем эти самые вожделенные 20000 у нас тут все сгорит нафиг но по крайней мере скорая помощь есть я думаю что вот эти вот жители смотрели из окна ой все горит ой все горит и кого-то схватил сердечный приступ конечно же наши врачи тут как тут свезли его в больницу так ну не все так плохо всего три у нас сгорело три здания я думал будет хуже больше никто не собрался тут горит нет так что тут у нас с электричеством вообще-то город разросся но у нас зеленая полоса мы вообще с вами потребляем 0,7 мегаватта а канализация то же самое смотрите здорово у нас всего хватает по крайней мере по этому поводу мы с вами сейчас не будем заморачиваться жилое счастье уменьшается 72 рейтинг зато промышленное счастье просто через край бьет что-то я совсем расклеился моим дедям негде играть нам нужен парк да без проблем я думаю парк мы с вами сейчас варганим какой-нибудь небольшой почему бы и нет собственно негде играть так какой-нибудь давайте спортивный какой-нибудь построим недорогой офигенно покрывается практически весь город я думаю что спортивная площадка нужна где-нибудь вот здесь напротив париклиники отличные новые дома продаются в городе обратитесь к агенту по продаже недвижимости и тут естественно у нас начинают развиваться дома коттеджи вместо вот этих вонючих мелких домиков дачных каких-то неудачных я бы даже сказал хибарок двадцать тысяч отлично пока у нас с вами жевелая изменились строить пожарку так пожарная часть конечно же где-нибудь вот здесь поближе нет нет это пожарная часть мы вот здесь с вами и поставим а потом мы будем строить вот эту вот нет это пожарное депо да мы будем с вами строить пожарную часть в центре города а пока что вот это вот депо где-нибудь вот здесь построим вот тут ему и место отлично просто отлично так опять три здание сгорело дотва где-то умудрились они сгореть нет это было все вранье никто не сгорел у нас давайте посмотрим на эти новые коттеджи которые где-то здесь строились я даже не понял где они тут строились но где-то строились вот это вот что ли да отличные коттеджи с видом на море здесь есть отличные магазины ну что ж я рад что вам все нравится ухо вы только взгляните на эту вереницу это нечто да дороги дороги нам нужны дороги нам нужны деньги что тут у нас преступность папа меня никогда не любил пожалуй перейду на сторону зла но преступность да это конечно же все хорошо но нам еще нужно 30 тысяч сумас эти и 400 бакса в час все это дело будет стоить нам даже не знаю я думаю что преступника у нас не так чтобы уж много здесь чтоб прям так сразу ну вот один тут преступник малолетний я не думаю что стоит огород как говорится городить из-за одного преступника вот такого отделения полиции ставить я думаю что нужно построить все таки школу светоч знаний так тут у нас еще до дофига у нас еще жителей маловато нам нужно расширяться и пожалуй мы расширяться будем вот в эту сторону недостаточно покупателей со средним доходом чтобы у нас появились покупатели со средним доходом нам нужно во первых лучше сделать дороги и на это нам нужны будут деньги со средней плотностью и во вторых нам с вами нужно будет но я думаю что вот эта вот дорога в любом случае у нас останется поэтому мы можем сюда вложить немножко денег сколько это будет стоить и еще две тысячи чтобы было со средней плотностью давайте сделаем здесь немножко расширим ну и тут тоже уж пока я добрый как говорится пока мэр добрый пока мы с вами будем делать здесь нормальные дороги и сразу же начали строиться отлично так средний доход средний доход это нам нужно значит давайте посмотрим что тут нас промышленных зон стоимости земель вот у нас средняя зона да вот у нас библиотека то же самое со средним доходом ну и где-нибудь а вот пожарное депо улучшает где-нибудь еще мы наверное вот да вот здесь я думаю построим построим небольшой парк или какой-нибудь площадку теннисный корт баскетбольная площадка природная что-нибудь такое красивое парки с извилистыми дорожками язык сломаешь где-нибудь вот тут а чё это они все радуются так ухты вакантная резиденция здорово так тут пожар и посмотрим что тут наши пожарнички но сначала чё тут становится проблемой хорошо будем иметь в виду пожарники сработали хотя здание все равно покинутое так ну по крайней мере вот эта вот часть города довольно таки стремительно у нас с вами развивается это так себе но тут в принципе развиваться пока что нечему так как ни школ ни колледжей ни тем более университета у нас с вами нет и взгляните у нас тут пробочка организовалась довольно таки серьезная пробочка даже несмотря на то что у нас вот такая вот тут улица все из-за того что вот эти вот дороги у нас мягко говоря мало пропускают автомобилей так может модернизировать 21000 давайте почему бы как говорится и нет по крайней мере вот эти вот дороги я думаю что нам нужно модернизировать однозначно сделаем со средней плотностью и вот это вот тоже со средней плотностью вот здесь как раз ну вот тут тоже думаю среднюю плотность мы сделаем с вами и посмотрим разгрузили но не так чтобы уж совсем разгрузили кстати смотрите как они интересно разворачиваются ну-ка я даже немножко уменьшу скорость нашли где разворот делать да вот эти сюда едут эти вот сюда и потом вот отсюда сюда возвращаются просто здорово и кстати библиотека у нас вроде бы как популярностью пользуется круто так большая тут дорога у нас да огромная чтобы ее расширять это слишком большая дорога нет пускай будет пока что такая обойдут обойдутся 356 человек в день пользуются библиотекой выдача книг 51 горожанину ну что ж я рад что народ потянулся за знаниями о кстати смотрите у нас уже вот такие вот дома апартаменты 2000 человек вот еще у нас апартаменты это меня радует я думаю что пора уже нам строить школу 16000 и школа у нас будет строиться где-то вот здесь не слишком далеко но и не слишком я имею ввиду не слишком далеко от жилой зоны может и вообще где-нибудь вот тут поставить собственно как-нибудь вот так здорово поставим сразу же несколько остановок чтобы совсем уж всех охватить жаждой знаниями ну и тут вот где-то окей еще 4000 у нас с вами есть закрыто прием на работу понятно ускоряем время пока что проблем у нас не с электричеством а нет смотрите 1 и 2 мегаватта излишков но это все из-за того что у нас ветер подкачал в прямом и в переносном смысле сточные воды у нас пока что справляются вода как тут насчет воды то же самое пока что у нас с вами здесь все в порядке особо переживать по этому поводу совершенно нет смысла это что такое строится что-то грандиозное так 5000 ну что же вот эти вот дороги как я уже вам говорил это у нас намечены дороги они так и останутся поэтому я думаю что вот этот участок следует нам с вами расширить расширить как минимум вот этим вот проспектом для этого что мы с вами делаем правильно мы с вами его вот так вот убираем и вместо него ставим вместо него ставим вот так вот отлично так это у нас народ ну да мы только что с вами убрали дороги дорогу и они вот так вот ездили в объезд 4000 4000 и я бы вот эту вот дорожку модернизировал тоже постепенно будем я думаю что вот такими вот небольшими кусочками и участками улучшать дорожное покрытие так окей постепенно город приобретает свои будущие черты вот это вот конечно же особенно усиленными темпами небольшой микрорайончик у нас с вами получился так мэр вот интересно если я снесу то мэрию мы тоже с вами снесем вот почему я здесь не хотел строить никаких административных зданий пока что ну или оставить вот этот вот вот эту вот часть дороги так как она есть просто модернизировать его до вот такой вот плотности потом и все а вот это вот объезд у нас будет в конечном итоге потом трамвай здесь ходить собственно и вот здесь тоже кстати если мы проложим вот отсюда трамвайную колею и вот сюда пустим и где-нибудь здесь поставим остановку то же самое неплохо но до этого нам еще как говорится добираться до расти до расти разместите отделение полиции арестуйте преступника так ну у нас всего два преступления за день я думаю что пока что терпит тем более что 30 тысяч у нас нет и в ближайшее время не предвидится как минимум сутки нужно ждать или по местным меркам сколько это месяц один год нашему городу уже разместите пожарное депо потушите 5 пожаров депо есть пожаров нет чему я только рад и разместите промышленную зону для еще одного здания без проблем еще одно здание говорите тут даже два и у нас не хватает электроэнергии здания без света да объем 45 необходимо 36 тогда мы просто пока что просто ее расширим и поставим сразу же вот такой вот на 5 мегаватт пока что я думаю этого нам хватит на первое время на еще один годик а потом уже будем с вами строить колледжи институты и строить здесь улучшенные ветровые электростанции ну и солнечные тоже самое но для этого нам нужно будет еще здесь вот распланировать этот участок я вам напомню что все это пока что у нас временно временно пока мы с вами развиваем вот эту вот часть давайте взглянем поближе что тут у нас шкаляри ходят шкалота ходит в школу или нет да он смотрите с ирокезом даже какой-то парнюк Рудольф Руарк строит светлое будущее за счет младшеклассников наверное отворачивает у них бутерброды отжимает учащихся в классе 150 и 150 да нам бы конечно с вами еще здесь расширить было бы не слабо кабинеты переполнены но дело в том что денег у меня нет на новые кабинеты 10 тысяч и еще 200 баксов ну давайте наверное сделаем поставим где-нибудь вот здесь или сверху где-нибудь нет сверху она ставится только на вот эти вот здания ладно вот так тогда 288 учащихся ну да естественно да я же только что поставил 350 теперь должно хватить пожарка и полицейские полицейское управление окей у нас с вами две с половиной тысячи еще две с половиной тысячи и мы сможем развивать наш таун холл я думаю что за этим дела не станет неплохой городишко пока что конечно же скромный но все же любой город как говорится начинался с одной хижины с какой-нибудь так и у нас с вами да немножко все таки разгрузили мы вот эту вот дорогу хотят пробки все равно остаются и особенно вот здесь вот любят они разворачиваться во дворе публичной библиотеки я-то думал они за зданием за знаниями туда ездят выдача книг 62 горожанам беспокоит криминальная обстановка да будем решать следующим номером нашего балета мы с вами будем решать криминальную обстановку в нашем городишке это чё такой народ так забегал то получила образование нужно успеть домой до комендантского часа какого комендантского часа и почему-то они не используют автобусы решили что здесь недалеко я так понимаю пройтись пешком правильно я за здоровый образ жизни и кстати почему-то вот в сим-сити решили что велосипеды не нужны да я никогда не видел жителей на велосипедах а ведь житель с велосипедом это потеря для экономики он не покупает он не покупает бензин не платит страховку налоги и здоров постоянно потому как занимается спортом короче говоря плохой это житель с велосипедом вот почему их здесь нет но нашему городу как раз они бы и пригодились что тут у нас с одобрением коммерческое счастье немножко падает потому как жителей много а коммерции мало да давайте взглянем что тут у нас открытые вакансии 83 в принципе неплохо даже средний доход у нас начал большого у нас совершенно нет рабочее место 18 но у нас с вами нет еще богачей 1945 но это все из-за того что у нас большое переселение я так понимаю да вот у нас строится здание огромное по финансам 11 процентов ставим с вами если панель отмечена зеленым то бюджет в порядке да мы догоним я так думаю что где-то до 15 в конечном итоге за экологию нужно платить а что вы хотели жить в экологически чистом регионе городе и не платить за это ну уж нет даже в любом магазине любой товар выращенный с использованием природных природных ресурсов навоза какого-нибудь или био навоза с растений и то дороже стоит чем на химикатах так и у нас с вами раз у нас тут везде чистота и красота то извольте за это платить не нравится съезжайте ну будем надеяться что таких не будет 2000 человек у нас и построился дом и строится еще вот такой же отлично просто прекрасно мне нравятся эти дома а также нравится следить за бурной деятельностью нашего мини-городка пока что жители ходят туда-сюда целая куча детей что не может не радовать взрослые довольны короче говоря жители довольны мы тоже довольны коммерческое счастье промышленное счастье все из-за того что у нас больше жителей появилось но ничего добавим и одного и другого ну что же на этом я с вами прощаюсь всем спасибо кто смотрел всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока всем пока